всем привет это ваша любимая рубрика планировки я решил сравнить несколько двухкомнатных квартир из разных жилых комплексов а жилые комплексы я взял именно те о которых вы писали мне в комментариях в личных сообщениях и просили их разобрать поэтому друзья свершилось для того чтобы было удобно сравнивать двухкомнатные квартиры я сделал специальную таблицу в которую буду вписывать эти квартиры и сравнивать их по определенным параметрам таких параметров 10 они ясные четкие и понятные я сделал всего-навсего три критерия первое это идеально второе сойдет и третье отстой разбирают двухкомнатную квартиру в жилом комплексе соуменранта двушка общей площадью 55 и 3 квадратных метра стоимостью 3 миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча рублей квадратный метр семьдесят тысяч рублей но ничего себе сходил за хлебушком ночью нормально поехали смотреть планировку и оценивать ее по моим десяти критериям но сначала я прочитаю что пишет застройщик о своих планировках он их называет на минуточку европейские планировки квартир что это значит я честно говоря не очень понимаю также он пишет что у него планировки трансформера и даже предоставил два варианта так называемой трансформируемой планировки на своем сайте у меня вопрос а что остальные планировки нельзя трансформировать и перепланировать только эти две можно или больше силенок не хватило другие планировки разработать и сделать так сказать из них трансформер что есть то есть что он еще пишет о своих планировках это говорит чувак в рекламном ролике на ю тубе в своей презентации он говорит так планировки они также умные и функциональные трансформер да ладно да ладно да ладно но сейчас посмотрим друзья итак передо мной первый вариант умной планировки есть еще второй вот он первый видимо рассчитан на то что будет жить семья из трех человек потому что здесь кровать 1 спальня и кровать 2 спальня а второй вариант видимо подразумевает то что здесь будет жить всего два человека потому что всего лишь одна двуспальная кровать два рабочих места и маленькая диванная зона ну что же будем рассматривать квартиру для трех человек или для двух или для трех но где же мы не будем рассматривать откроем бутылку потому что без бутылки тут не тут не разобраться и так поехали рассматривать умную планировку по моим десяти критериям первые критерии называется градация интимности помещений что это такое это значит прихожая в начале затем кухня гостиная потом спальни и детские что мы видим мы сразу же с прихожей попадаем в детскую ну что это такое почему нельзя то ее в конец сделать все это значит что максимум я могу поставить оценку сойдет единичка кстати прихожая то обособленная получается это хорошо в прихожей есть достаточно большой шкаф тоже хорошо а вот то что напротив детская не очень как так получилось вот это дело следующий кухня гостиная в этом варианте который я рассматриваю кухни гостиной нет здесь есть только кухня с малюсеньким окошечком смотрите какое оно маленькое неужели вам не хочется на улицу то смотреть или солнышко дневного получить уверен хочется но архитектура такая что солнышко вам будет не очень много площадь этой кухни 9 квадратных метров что с этой комнаты сделать не очень ясно хотя я бы конечно пробовал ее увеличить ну зачем спальня 20 квадратных метров в такой квартире но явно не нужно поэтому лучше бы ее конечно поменьше сделать а кухню гостиную побольше потому что я напоминаю общее пространство для семьи очень важно семья где-то должна собираться но собираться вот в этой кладовочке 9 квадратных метров не очень комфортно поэтому вы уж меня простите но я оставлю здесь оценку отстой ну чё я еще могу здесь поставить кухня 9 квадратных метров ребята следующая родительская спальня в родительской спальне я напоминаю должна быть ванна гардероб и спальное место собственно говоря что мы здесь видим мы здесь видим всего лишь один санузел который естественно мы не можем сделать только родительским ребенку ведь тоже нужно куда-то извините ходить а гостям если вдруг припрутся тоже куда-то надо ходить поэтому спальня естественно не может обладать таким набором поэтому в современной жизни для комфортной жизни я как дизайнер простите ставлю оценку отстой кстати если вы с этим не согласны напишите в комментарии что вам не нравится и как вы привыкли и что для вас комфорт я все-таки считаю что комфорт это мастер спальня однозначно в которой есть ванна гардероб и спальное место кстати в 20 квадратных метрах это сделать легко ну сами посудите 12 метров это спальня и место оставшиеся 8 можно поделить 4 и 4 например или даже так сделать спальное место 10 квадратных метров а оставшиеся 10 поделить 6 и 4 4 гардероб 6 ванна вот получится квартира почему здесь не так черт его знает поэтому оценка 0 детская территория детская территория это просто спальня она 12 метров ну как-то более-менее эту комнату можно поделить на игровую зону на зону для сна поэтому в принципе на единичку сойдет следующее хранение поехали 5 типов хранения кстати кто не в курсе что за хранение скачивайте мою таблицу здесь все написано внизу в описании под этом видео есть ссылочка по которой вы скачаете эту таблицу и тоже сможете посмотреть а все ли у вас в порядке с хранением и так в прихожей есть спальне шкаф большой есть постирочная постирочной нет кладовки нет места для хранения уборочного инвентаря нет и место для хранения ванной тоже будет очень ограничено потому что здесь уже стоит стиральная машина это значит корзина с грязным бельем это значит химия какая-то еще и какую-то притащить туда гладильную доску с утюгом поэтому из пяти типов есть всего лишь два это в виде шкафов но в принципе в такой маленькой квартире и не нужны может быть гардеробные но остальные то извините меня места хранения нужны а их здесь нет но это значит что опять отстой это значит что ваша стиральная машина с грязными носками будет вот так стоять в ванной нифига на вас радовать не будет ваш пылесос будет где-нибудь стоять за шторкой вместе с гладильной доской утюг где-нибудь в шкафу вместе с галстуками о каком дизайне здесь можно говорить о каком удобстве и комфорте вещи должны быть на своих местах нолик я ставлю место личного уединения здесь нарисован балкончик на котором есть кресло и столик это здорово будем считать что это место личного уединения для чтения куда можно тут уйти и спокойненько почитать ванну здесь рассматривать как место личного уединения невозможно потому что нет второго санузла а тут и только уединился а тут кто-то в двери мама открывая песен хочу ну меня так дочка периодически делает хотя у меня два санузла представляете что происходит так что находите место для личного уединения единичку ставлю есть все-таки балкончик где можно уединиться не кабинет конечно да и потом скорее всего он холодный единичку заработали ванная комната ванная комната должна быть большой с окном и без стиральной машины окна здесь нет ванна не очень большая но в принципе не маленькая но здесь стиральная машина что же поставить но как только появляется стиральная машина в ванной это все это сразу плохо это значит вы свою ванную комнату превращаете в помывочно-постирочную вам оно надо чтобы вам везде напоминалось о вашей так сказать бытовой стране жизни фу 0 звукоизоляция звукоизоляция это как я уже говорил не то что вы думаете то есть это не значит что все комнаты звукоизолирован я не это имею ввиду тем более я не знаю какие материалы применял застройщик я имею ввиду что между комнатами особенно спальнями нужно предусматривать буферные зоны а здесь таких нет здесь спальня с одной стороны детская с другой стороны кухня где могут гости шуметь это значит погромче телевизор не включить это значит родителям нужно сексом шепотом заниматься не дай бог ребенок услышит в общем никакого комфорта а звук все-таки это комфорт подумайте об этом его здесь нет ставлю нолик следующий вопрос сколько вы выкинете денег на ветер покупая ненужные коридоры коридоры но здесь надо сказать что коридор он же прихожая в принципе небольшой использован вполне себе нормально вполне грамотно поэтому я даже поставлю идеально это значит двоечка и так в совокупности у нас получается квартира двухкомнатная в жилом комплексе соумен ранта по баллам набирает два три 4 6 6 6 баллов набирает эта квартира это меньше чем квартира в чемпион парк но посмотрим что будет дальше а что вы думаете дорогие друзья напишите в комментариях какое ваше мнение наверняка она отличается от моего и это здорово для этого и есть комментарии где вы можете написать свое мнение кстати и прислать жилой комплекс который бы вы хотели разобрать ведь я разбираю именно те которые прислали мои подписчики и попросили разобрать а ведь впереди еще трехкомнатные квартиры поэтому спешите писать в комментарии ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал да пребудет с вами муза а а да и не забывайте записываться в мою школу планировок где вы за месяц научитесь делать идеальные планировки хотите узнать как скачайте несколько бесплатных уроков и и и и и